Слово Божье Слово Божье, оно актуально, и оно имеет силу, и это сила, сила Духа Святого. Вы знаете, я, конечно, когда ехал сюда, я думал о том, о чем говорить с вами, потому что, конечно же, у меня огромное количество проповедей, но я сегодня хотел бы с вами поговорить об одной вещи, о которой я размышляю все последнее время. Вы знаете, Священное Писание сравнивается с зеркалом, да? Вот Слово Божье – это зеркало, которое показывает наш духовный портрет. Мы обычно, когда утром просыпаемся, мы все стараемся смотреться в зеркало, правда же? Смотрели в зеркало сегодня? Да? Вот. Когда ты как-то, может быть, хорошо выглядишь, там, может, похудел, как-то спортом занялся, к зеркалу подходить приятно, правда же, драгоценные? А если там были праздники новогодние, и ты набрал, наоборот, вес, то ты думаешь, вот похудею, тогда буду смотреться, да? Не очень приятно смотреться. И вот давайте с вами посмотрим, как же духовное зеркало Слова Божьего показывает нам картину человечества. Я хочу открыть вместе с вами послание к кремлинам, третью главу. И давайте вместе прочитаем с 10 стиха. И вот апостол Павел пишет, написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились в пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». Вот вы знаете, я помню до сих пор, когда я впервые читал послание апостола Павла, и я вот помню, читал эти стихи, меня они так поразили, потому что мне казалось всегда, что апостол Павел, он как бы немножко все преувеличил. То есть преувеличил недостатки людей, преувеличил проблему людей. Такое ощущение, что просто какая-то совершенно ужасная картина получается. Вот я помню, в моем детстве у нас были в парках такое развлечение, назывались комнаты смехи, помните комнаты смеха, да, были такие, да, где были разные зеркала, которые так или иначе искажали, да, и были некоторые зеркала, к которым ты подходишь, и они рисуют тебя таким высоким и худым, да, вот таким. А другие, наоборот, зеркала, там какой-то маленький приплюснутый такой, вот такой плоский. Вот. Может быть, апостол Павел точно так же как-то вот преувеличил, как-то несколько исказил реальность, чтобы воздействовать на своих читающих свое послание. Может быть, не все так плохо. Вы знаете, некоторое время назад я читал про эксперимент, который в свое время, в 1963 году, провел знаменитый американский психолог Стэнли Милгрэм. Я вот как раз попрошу, можно его, вот изображение, да, видите, Стэнли Милгрэм. Этот эксперимент был в 1963 году. В то время прошло менее 20 лет после окончания Второй мировой войны, вот как раз песни о которой, да, сегодня здесь исполнялись. И человечество хотело понять, как вообще такое было возможно. Ну, как так, когда поднялись одни люди и уничтожали миллионы других людей? Что с ними произошло? Что с ними случилось? И вот Стэнли Милгрэм, он как раз захотел такой эксперимент провести, и он его провел, он был профессором Ельского университета, они его провели в Еле, а потом они как раз захотели его провести в Германии, потому что считали, что немцы, это как такая нация, которая особо послушна и готова выполнять приказы. Но когда они провели этот эксперимент в США, то они поняли, что никуда ездить уже не надо. И что интересно, что после того, как этот эксперимент прошел, его проводили, подобные эксперименты проводили в разных странах, в том числе и Европы. И везде были результаты примерно одинаковые. В чем состояла суть этого эксперимента? Стэнли Милгрэм создал такой аппарат, который подавал ток. Вот, можно вот показать, как раз, изображение, вот этот ток. Там было 30 тумблеров, и начиналось все с напряжения 15 вольт, а заканчивалось 450 вольт. То есть каждый тумблер добавлял 15 вольт. И вот набрали, как бы, испытуемых. Можно вот пару братьев взять, да? Можно такое? Да? Кто-нибудь, два брата, подойдите, пожалуйста, чтобы так наглядно было. Вот. И еще один желательно. Да, давай, брат. И вот смотрите, набрали испытуемых, хотя на самом деле один из них был подставной. Один из них, кто будет подставной? Кто из вас такой похитрей? Давай ты. Ты в свитерочке такой неприметный пришел, да? Вот, он красивый с табличкой. Вот, смотри. Вот один из них был актер. И как бы между ними бросали жребий. Один из них должен быть учителем, а второй учеником. Но на самом деле там все было подстроено. И актер, он всегда вытягивал жребий ученика. А человек, который вот, как бы, действительно, которого проверяли, он всегда, ему доставалась роль учителя. И вот смотрите, их рассаживали в разные помещения. И у учителя, у учителя, вот был, вот смотрите, вот такой прибор, видите, с этими тумблерами, да? Эксперимент им преподносили так, что это как бы, они хотели изучить, насколько боль влияет на память. Насколько люди, переживая физическое наказание, могут лучше запоминать вещи. И вот их рассаживали, и было такое задание. Говорили, читались пару слов, пары слов ученика, например, там зеленый, зеленая там трава, там голубой мяч, вот такой, да? Пары слов, вот. И ученик как бы должен был их запомнить. А потом учитель, а ученик сидел в спец... Вот покажите, пожалуйста, вот изображение. Видите, вот одно из фотографий этого эксперимента. Это вот актер, как бы ученик, его садили в помещение, там на руки зацепляли ему электроды, по которым подавался ток, его так закрепляли, чтобы он не мог подвинуться. Причем, чтобы не возникло у учителя сомнений, его сначала подводили, ему включали 15 вольт, и он чувствовал, что тут все по-честному. На самом деле подается электричество. И потом он выходил из этого помещения, вот его закрепляли. А, следующий можете кадр показать, а учитель, видите, он сидел перед этим прибором и проверял, насколько ученик запомнил эти пары слов. И специально ученик, актер, который изображал, он на один правильный ответ давал три неправильных ответа. Когда звучал неправильный ответ, то учитель говорил, ошибка, называл правильный ответ, и нажимал первый тумблер, напряжение 15 вольт. За вторую ошибку уже 30, за третью 45. И вот так вот шло. Вот через некоторое время за стенкой так называемый ученик начинал кричать, прекратите эксперимент, хватит уже, я забыл, у меня больное сердце, мне сейчас плохо станет. Учитель смотрел на экспериментатора, который все это организовал, с вопросом, что делать, на что экспериментатор отвечал, все нормально, продолжайте эксперимент, продолжайте задавать вопросы, и за неправильные ответы давать следующее напряжение, напряжение тока. Если он говорил, а как же так, что-то может быть с ним плохое, плохое случится, экспериментатор говорит, нет, ничего плохого не случится, мы в курсе, никаких серьезных последствий для здоровья ученику это не принесет, да? Что интересно, вначале он кричал, потом он начинал стучать в стенку, чем еще больше приводил в недоумение у учителя, учитель говорил, что делать, в случае чего, если с ним что-то случится, экспериментатор говорил, мы всю ответственность берем на себя, продолжайте, продолжайте эксперимент. Потом доходило до того, что уже этот ученик, он говорил, я отказываюсь отвечать на всякие вопросы, просто буду молчать, я не хочу принимать участие в этом эксперименте. На что экспериментатор говорил учителю, если он молчит, это засчитывается как неправильный ответ. Подавайте следующий, следующий сигнал шок, следующий, следующий током, удар током, наказывая его. И там доходило до того, что интересно, вот что, а можно еще показать вот этот сам прибор, что эти, эти тумблеры, они были еще подписаны, там первые тумблеры, там была подпись, слабый ток, потом умеренный ток, средний ток, сильный ток, очень сильный ток, и последние несколько тумблеров, опасный заряд тока, да? И вот, когда он доходил до 450 вольт, на этом считался эксперимент законченным. И вот вы знаете, до того, как провести этот эксперимент, Стэнли Милгрэм опросил психологов в своем университете, как они думают, сколько так называемых учителей дойдут до конца, то есть вот до 450 вольт. Они сказали, наверное, из 100 человек один, два. Когда Стэнли Милгрэм спросил уже не у психологов, а у психиатров, те вообще сказали, наверное, один из тысячи дойдет до конца эксперимента, до этих 450 вольт. Но когда они проводили эксперимент, и причем его проводили несколько раз, то оказались такие результаты, которые научное сообщество в то время повергли буквально в шок. Вот можно показать как раз результаты. Вот посмотрите, вот это результат эксперимента. Это лишь один эксперимент, хотя другие были в принципе точно такие же. Вот это 40 человек, так вот посмотрите, из 40 человек лишь 5, это видите, 12 процентов остановились на напряжении 300 вольт, когда тот уже очень сильно кричал, да? Еще четверо, 10 процентов, остановились на напряжении 315 вольт, когда там уже начинали бить в стену, да? Дальше, когда жертва уже начала бойкот объявлять, да? Двое, двое, это 5 процентов отказались продолжать на 330, да? По одному человеку отказались на 345, 360 и 375. 26 человек из 40, 26, это 65 процентов, больше половины, дошли до самого, до самого конца, дошли до самого конца. ученые были в шоке, более половины людей были готовы причинять физическую боль, хотя слышали явно протесты, крики того, кому они эту боль причиняли. Ученые даже подумали, может быть, все дело в том, что это проходит в Ельском университете, и люди, которые приходят туда, доверяют научному сообществу, что все будет нормально, и тогда они стали проводить не в университете, а в других местах, там арендовали какие-то офисы, но что интересно, результаты были практически такими же. Потом они думали, может быть, дело в том, что у нас в основном мужчины, и стали брать женщин, они-то добрее по своей природе должны быть, но результаты с женщинами ничем, ничем не отличались. Спасибо, братья, давайте поблагодарим, спасибо большое. Посмотрите, я вам хочу прочитать, один из наблюдателей этого эксперимента написал такие слова, послушайте, я видел, как в лабораторию вошел солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут он был доведен до нервного срыва, он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком в полбу и пробормотал, Боже, давайте это прекратим. И тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался. И ученые стали задаваться вопросом, что же, что же заставляет людей вести себя таким образом. Да, они чувствовали какой-то моральный конфликт, да, они внутри были раздираемыми противоречиями, но они тем не менее продолжали участвовать в этом эксперименте и нажимали на очередной тумблер, который причинял очередную, более сильную боль. Хотя на самом деле там никакого тока это ведь и не было. Никакого тока не было. Это был актер, который изображал, что получает удары тока. Сам Стэнли Милгрэм в своем отчете написал такие слова, послушайте. Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета. Что интересно, после этого стали делать разные подобные эксперименты. Я думаю, может быть, вы слышали, был такой знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент, который даже про него фильм художественный сняли, который тоже был на эту тематику, только там, когда собрали добровольцев, там уже не было подсадных актеров, они просто по жребию взяли и там соорудили подобие тюрьмы в подвалах Стэнфордского университета. И там разделили людей на две части по жребию заключенные и охранники. И потом они собрали охранников и дали им такую инструкцию, что они должны строго требовать выполнения всех указаний, всех приказов, всех инструкций, чтобы заключенные, так называемые заключенные, полностью подчинялись. И после этого этот эксперимент чуть ли не вышел из-под контроля, когда ученые вдруг увидели, насколько люди, которые стали охранниками, с готовностью стали причинять боль и требовать исполнения всех указаний от так называемых заключенных. Что интересно, там буквально на второй день возник бунт среди заключенных. И даже те охранники, которые не работали в тот день, а они там посменно должны были охранять, они все собрались даже в свой выходной, чтобы подавить бунт. в конце концов они разделили заключенных на две части. Хорошие, которые полностью повиновались, и плохие, которые в чем-то были не согласны. И плохих они стали лишать базовых потребностей. Еда, сон, предметы гигиены. Хотя они при этом отлично понимали, что эти так называемые заключенные такие же, как они, просто по жребию, они стали заключенными. И из 50 человек охранников только один отказался участвовать во всем этом. Я думаю, понятно, что после проведения этого эксперимента, такого нашумевшего в свое время, чуть ли не всем участникам этого эксперимента впоследствии необходима была психологическая помощь, чтобы выйти вот из этого состояния. То есть, драгоценные апостол Павел не преувеличивал. Апостол Павел не сгущал краски, рисуя нам духовную картину человечества. Нет мира на путях их. Все негодны, да? Все до одного. И вот смотрите, вот это человечество, вот эти люди приходят в церковь. Вот мы приходим в церковь, и мы здесь слушаем, слушаем Евангелие. И, казалось бы, все должно быть по-другому, что люди пришли сюда. Но что мы видим? Часто, к сожалению, не так уж много изменений мы видим. Был еще один эксперимент, который уже был не такой громкий и не такой шумный. Его проводили в одном западном христианском колледже. Там были студенты, которые собирались стать священнослужителями. Им дали такое задание подготовить доклад на известную притчу Христа о добром соборенении. Помните эту притчу, да? Собрали их всех, вот. И вот они должны были сдать свои работы, там был экзамен, от которого зависела оценка годичная. И вот они собрались в корпус этого христианского университета, и тут им сказали, что экзамены будут приниматься не в этом корпусе, а в соседнем корпусе. И они должны быстро собрать свои вещи и перейти туда, потому что времени мало, и они должны быть вовремя, иначе им могут снизить оценку и прочее, прочее, прочее. И вот, когда они проходили по двору, то там опять-таки специально нанятый актер во дворе этого колледжа стал изображать, что ему плохо, хватался за сердце. И вы знаете, сколько из этих студентов, которые торопились сдать доклад по доброму самоленину, остановились, чтобы ему помочь? Один из десяти. Один из десяти. То есть мы видим, драгоценные, что религия не меняет людей. Религия не меняет. На истории нашей страны мы видим, как люди могли убивать и во имя атеизма, во имя безбожия. В то же самое время мы видим, что люди могли убивать ради своей веры. И немало находится так называемых религиозных лидеров, которые готовы направить других людей, уничтожать еретиков, крестовые походы, инквизиции и прочее, прочее, прочее. Религия не меняет людей. Что же меняет тогда нас? И тут я считаю, чрезвычайно важны те слова, которые говорил при тече нашего Господа Иисуса Христа Иоанн Креститель. Смотрите, Иоанн Креститель, вот Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 стих, написано, «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Я специально попросил, чтобы вот можно вот слово, в принципе, все служение Иоанна, оно заключено в одном слове, это покаяние. Он призывал людей к покаянию. И вот само греческое слово покаяние, это слово метаноя. Можно, да, его вывести на экран? Метаноя. Метаноя, это вот такое сложное слово, оно состоит из двух частей. Первое, мета, а второе, мета означает через или после, а ноя означает мысли или ум. То есть метаноя означает как бы после ум, через, это как бы некое изменение мышления человека. И я считаю, это чрезвычайно важно, когда изменение мыслей, это новый образ мыслей, потому что у нас часто покаяние связано, знаете, с чем? У нас покаяние связано с вот извинением. Прости, 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 не обижайся, не обижайся, не обижайся. Вот, например, у вас было когда-то, что кто-то на вас обиделся, родной, там, друг, в семье, родственник, и вы у него просили прощения. Бывало такое, да? Ну, конечно же, бывало, да? Когда мы просим прощения, что мы подразумеваем? Вот, прости, что мы подразумеваем? Ну, понятно, чтобы простили, но что мы хотим? Вот, да, мир, чтобы был, да, чтобы не обижался, что еще? Да, перестал сердиться, да? То есть, смотрите, когда мы у кого-то просим прощения, то мы хотим нашим прощением повлиять на этого человека, чтобы он стал другим, ну, подобрее, что ли, стал, перестал обижаться, ну, хватит дуться уже, ну, ладно, все, забыли, давай живем в мире, правда же, да? Так вот, драгоценное, мы вот с такой философией, с такой психологией приходим к Богу, и мы точно так же думаем, что он, Бог, должен как-то, ну, Бог, ну, не обижайся, ну, прости, уж, хватит на нас дуться, ну, не наказывай нас, то есть, мы пытаемся его, мы пытаемся оказать на него какое-то влияние, а он же ведь, мы знаем, что начальники, они довольно-таки сердитые, серьезные чаще всего бывают, а он начальник всех начальников, такой, он, наверное, сердитый такой, очень серьезный, и вот, и мы как бы раскаиваемся, Боже, прости, пожалуйста, там, давай, не сердись на нас, не обижайся, на самом деле, драгоценное, вот слово метаноэ, совершенно другой смысл, несет в себя, это не изменение Бога, потому что Библия говорит, Бог благой, Бог добрый, Бог есть любовь, метаноэ означает, когда мы меняемся, меняется наше мышление, то есть что-то происходит не в нем, потому что он великий и неизменный, что-то должно происходить в нас, внутри, в наших мыслях, это не просто, знаете, изменение мысли, вот, например, ты утром встал и думаешь, вот съем-ка я кашу, а потом думаешь, да я не буду есть кашу, съем-ка я лучше яичницу, да, это не просто, вот ты вместо каши решил съесть яичницу, это качественное изменение мышления, то есть как будто ты в своем мышлении поднимаешься на новую ступень и у тебя новый образ мысли, а поскольку у тебя начинает новый образ мысли, у тебя уже и жизнь другой становится, не случайно написано, сотворите же достойный плод покаяния, там в подсрочнике вообще звучит так, сотворите же плод достойный покаяния, то есть плод достойный покаяния, достойный нового образа мышления, это новая, новая жизнь, и это драгоценное все меняет, потому что, вот помните знаменитая история, когда к Иисусу Христу пришел богатый юноша, и когда к Иисусу пришел богатый юноша, он задал ему вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, на что ему что-то сказал, ну заповеди помнишь, не кради, не лжесвидетельствуй, не убивай, на что ему юноша сказал, все это сохранил я с юности моей, тогда ему Иисус посмотрел на него и сказал, одного тебе не доставало, все, что ты имеешь, продай, раздай нищим, и тогда следуй за мной, взяв свой крест, и сказано, что юноша отошел с печалью, вот знаете, вот в этом месте очень ярко показано, что такое настоящее следование за Христом, мы часто думаем, следование за Христом, это изменение каких-то, вот нужно так делать, а так вот не делать, вот так поступать, так вот не поступать, вот как по Майковскому, что такое хорошо, что такое плохо, вот делать, что хорошо, и как бы не делать то, что плохо, вот это вот новая жизнь, вот это вот есть такое, новое, вот это новая жизнь, новое христианство, И мы приходим в церковь, чтобы как-то моральней стать, как-то вот так вот стать. А Иисус показал, это что-то другое. Это когда у тебя ценности меняются. Это не означает, что все мы теперь должны продать все, что у нас есть, и раздать. Нет. Мы должны жить другими ценностями. Не ценностями этой земли, а ценностями небес. Потому что если мы думаем, что христианство – это просто изменить поведение. Вот прийти, вот так вот начать поступать, вот так вот не поступать. А если есть такие люди, которые, они в принципе, ну, так довольно нравственно стараются жить и вне церкви. Есть же такие люди? Стараются. Или бывает вот так вот. Вот есть такие семьи, причем неверующие, и муж неверующий, и жена неверующая, но они живут друг с другом уже много-много-много лет. И верны друг другу, и у них такая семья хорошая. И это даже семья хорошая, она как будто даже и лучше, чем многие христианские семьи, которых ты знаешь. Бывало такое у вас? То есть получается уже вот таким, и христианство не надо? А что им здесь делать? Если они и без нас здесь точно так же хорошо живут. Получается им христианство не нужно. Но христианство это и есть внутренняя трансформация, вот это и есть метаноя. Не просто, Боже, прости меня, больше так не буду. Когда метанои не происходит, что случается? Люди ходят в церковь, являются религиозными людьми, но внутри у них остается их гордость, их амбиции, там карьеризм, сребролюбие и прочее, 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 прочее. Но теперь это все одето в так называемые религиозные одежды. И если раньше они гордились своей карьерой или своим состоянием, то теперь они гордятся, что он спасен и свысока посмотрят на всех остальных идущих в ад. И вот такое христианство, когда та же самая плоть, просто в религиозных одеждах, этим сегодня переполнены церкви. И мы абсолютно убеждены, что мы такие правильные, что мы такие лучшие, как мы же сюда выходили вперед. И вы знаете, когда мы призываем людей сюда вперед, призываем людей к покаянию, с одной стороны, это здорово, когда мы помогаем ему сделать шаг к Иисусу. Но здесь есть некая опасность, когда у людей возникает впечатление, что все, что они могли получить, самое главное, в их жизни уже произошло. И теперь они могут продолжать жить, как живут, и самое главное, им сохранить это и продолжать ходить в церковь. Но у них метаноя только-только еще началась внутри. У них еще так много старого, вот этих амбиций, гордости. Но у нас такое чувство, что все, нам искать больше нечего. Мы все нашли уже, куда нам уже стремиться, мы все уже получили, что только могли. И мы такими становимся гордыми, такими становимся самодовольными. И вот это изменение-то внутри нет. Часто мы продолжаем жить теми же самыми ценностями, кто живет этот мир, но при этом совершенно убеждены, что мы совершенно особенные пред Богом. Где же вот этот достойный-то плод покаяния? Это же не просто молитва. Это же намного что-то большее. Бог желает вот этой внутренней трансформации, этого внутреннего изменения внутри нас, когда что-то внутри происходит драгоценное. И я вижу, что вот к метанои ведут два этапа. Вы знаете, вот метанои, это греческое слово переводится как покаяние, но в греческом языке есть еще одно слово, которое, знаете, как звучит? Параноя. Слышали такое слово? Параноя. Пара означает рядом или около. Ноя – ум, мышление, мысли. И есть еще одно слово, можно вместе его. Орто-ноя. Орто означает прямой, правильный. Ноя – мысли, мышление. Прямое. Правильный. Такое драгоценное. Все начинается именно с этой орто-нои. Путь человека прям в его глазах, но Господь взвешивает сердца. То есть все начинается с того, что мы абсолютно убеждены в прямоте своего пути, что мы делаем все нормально, все хорошо. Вот с этого все начинается. И вдруг что-то в жизни начинает происходить, когда вот то, что тебе кажется орто-ноя правильным, прямым, оно начинает давать трещину. Например, тебе внушали, давай стремись, делай карьерный рост, заработаешь свою квартиру, у тебя будет своя машина. И вот тогда ты будешь полноценно и счастливо жить. Вот как бы часто картину мира такую нам продают, да? Человек начинает идти, исполнять это все. И вдруг начинает видеть, что да, у него новая квартира появилась, и машина, и еще лучше машина. И вроде бы состояние увеличивается, но счастье при этом больше не становится. И что-то начинает в жизни давать трещину. И поэтому, когда вдруг ты начинаешь разочаровываться в прямоте своего пути, вот в этой орто-нои, тогда и возникает что? Паранойя возникает сначала. Пара – это рядом, это около. Да можно пара, рядом, около, да? Это вот состояние, когда вот как раньше ты мыслил, ты уже так мыслить не можешь и не хочешь, а как по-новому мыслить, ты не знаешь. Помните знаменитые слова апостола Павла в послании к Коринфянам? Вот я вам прочитаю. Апостол Павел в послании к Коринфянам, смотрите, пишет, 7 глава. 2 Коринфянам, 7 глава, 8 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что опечалил, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. «По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Видите, апостол Павел говорит, что всегда вот есть это покаяние, вот это состояние перед покаянием, есть состояние печали. Когда вот в твоей жизни что-то такое происходит, печаль, да, вот это то, что мы говорим, пара, паранойя, но все дело в том, что вот эта паранойя может либо привести к покаянию, либо привести к болезненному состоянию. По-старому ты уже не знаешь и не хочешь, как сейчас жить, ты не знаешь. И вот начинается вот это состояние, состояние паранойи. В этом состоянии, когда ты вдруг, причем, знаете, это ведь касается не только неверующих людей, это касается и христиан, потому что иначе у нас невозможен был бы духовный рост. Сколько раз в моей жизни было вещи, которые оказались правильными, вдруг начинали давать трещину. И то, в чем я был когда-то убежден, я уже в этом перестал быть убежденным человеком, да. И вот состояние такое происходит, и можно в этом состоянии либо оплакивать самого себя, можно печалиться как-то. Вот просто обычный эгоизм, да, вот печаль, то, что Павел говорит, печаль, печаль мирская. Люди там себя начинают жалеть, всех начинают, всех начинают обвинять, там на всех ярлыке начинают, себя пытаются, себя пытаются выгородить. Я не виноват, вот что так у меня произошло? Вы знаете, вот одно из вещей, помните, мы говорили вначале про эксперимент Стэнли Милгрэма, да? Одна из вещей, когда человек начинает чувствовать, вот чтобы было правильное покаяние, а ты, только ты ответственен за свою жизнь и за свою судьбу. Кто бы тебе что ни говорил, кто бы тебе не давал команды, ты отвечаешь за свою жизнь. Апостол говорит, каждый из нас даст за кого? За себя, отчет Богу. Вы знаете, я на всю жизнь запомнил, когда мы с моим папой ходили в детстве на знаменитый фильм Михаила Рома, обыкновенный фашизм, помните это кино, да? И вот я помнил вот эти кадры, я много кадров оттуда запомнил, но одни кадры, они просто вот меня застали. Там показано было вот письмо немецкого солдата, который оказался в Сталинградском котле. И там, находясь посреди этого кошмара, он вдруг прозрел и понял, что творится. И вот он там пишет письмо жене. Причем письмо-то дошло, а он сам уже не вернулся. И в этом письме есть такие строчки, которые вот были показаны в фильме Михаила Рома. Этот солдат пишет, «В том, что произошло, есть и моя доля вины. Разумеется, она невелика, пишет он. Это всего лишь одна, семидесятимиллионная часть вины всего немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту одну, семидесятимиллионную». И вы знаете, когда вот я помню, считал это, я вдруг увидел, да, каждый из нас вот каждый год же увеличивается населением планеты. Нас больше, там уже под восемь миллиардов. Еще недавно, я помню, было шесть миллиардов. Уже уже семь под восемь миллиардов, да. Так много населения. Мне кажется, кто я такой? Что от меня зависит? Драгоценное, вот то, что Священное Писание говорит, ты отвечаешь за свою жизнь, за свое хождение пред Богом. Вот за эту одну, восьминиллиардную, да, она может быть невелика в сравнении с размером всего человечества, но своя судьба стоит за этим. И печаль ради Бога начинается, когда ты вдруг понимаешь, мне не надо себя оплакивать, мне надо себя оправдывать. О, мне приказали, а мне сказали, а я не виноват, а я не знал. Ты знал, Бог дает тебе жизнь, и Бог дает тебе право делать выбор и решать в своей жизни. Ты отвечаешь за все это? И дальше, знаете, очень интересная вещь, еще один момент важный. Когда Стэнли Милгрэм проводил свой эксперимент, помните, я вам показывал, испытуемые находились в разных помещениях. Но Милгрэм проводил разные варианты эксперимента, и он сделал такой эксперимент, когда ученик и учитель сидели в одном месте, просто за разными столами. И когда учитель нажимал на тумблер и видел мучение ученика, который сидел за соседним столом, то отказов продолжать эксперимент становилось намного больше. То есть, посмотрите, драгоценные, помните, Иисус говорил, что весь закон в двух заповедях, «Люби Бога и люби ближнего, как самого себя». Когда мы начинаем, драгоценные, ощущать жизни близких людей, когда мы понимаем, драгоценные, что все мы, по сути, это одно тело, даже если говорим мы о церкви, я раньше это воспринимал как такую красивую метафору «мы тело», но сейчас я это не воспринимаю как метафору. Я вижу в этом реальность. Мы действительно разные органы одного организма, и мы зависим друг от друга. И, по сути, боль одного органа – это не радость для других, а печаль для других, потому что все мы связаны. Мои уши не завидуют ногам, руки не завидуют глазам, все на своем месте. И вот это осознание общего единения, что мы одни, и мы призваны быть благословением друг для друга, не ждать вот с этой философией потребителя, а стормиться давать, потому что блажение давать, нежели принимать. И в конце концов это приводит к иному отношению, как к изучению священного писания, точно так же и к молитве. Совсем другие происходят вещи, и мы начинаем это переживать, драгоценные, начинаем это все ощущать. И таким образом мы из паранойи переходим в метанойи. Покаяние. Не просто прости, 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 и живешь такой же жизнью. Ой, извини, Господь, не обижайся, хватит дуться. А некое внутреннее осмысление. Причем, знаете, я скажу, об этом даже кричать не надо. Даже кричать об этом не надо. Помните, у Иисуса была притча, когда отец попросил двоих сыновей, один сказал, да, сделаю, и не сделал. А другой ничего не говорил, но сделал. Помните, да? Да вот точно так же мы. Мы слишком много думаем, вот надо сказать. Хорошо сказать, но важно еще сделать потом. Когда вот идут вот эти внутренние изменения, когда идут вот эти внутренние преобразования у нас, другой образ мышления, тогда и мы являемся не просто прощенными грешниками, а новым творением во Христе Иисусе. Мы другие люди. Почему? У нас внутри вот этот процесс покаяния, процесс метанои, изменения и преобразования. Изменения и преобразования. Вы знаете, я вам честно скажу, мне очень хочется верить, что если бы я был одним из испытуемых на этом эксперименте Стэнли Милгрэма, хочется верить, чтобы я отказался. Конечно, легко говорить, да, задним числом. Но так хочется верить, что я не буду тем, кого кто-то может использовать для своих корыстных целей. И вы знаете, в конце я хочу рассказать про одного очень интересного альпиниста. Его звали Джефф Лоу. Да, можно тоже его фотографию показать? Джефф Лоу. Это один из таких легендарных альпинистов, который совершил около тысячи восхождений. Причем он совершил многие восхождения, так называемые первопроходы. То есть по тем маршрутам, которые до него никто никогда не проходил. Но прославился он тем, что в 1991 году он поднялся, это было в Швейцарии, поднялся по так называемой Северной Стене. Северная Стена, ее называли еще Стеной Смерти Эйгергора в Швейцарии. Можно еще Эйгергора в Швейцарии. Вот эта Северная Стена, до него никто не поднимался. И он совершил это восхождение зимой 1991 года в одиночку, во-первых, а во-вторых, без вот этих специальных альпинистских крюков. Когда он туда пошел, многие считали, что Джефф Лоу совершает самоубийство. И оно так на самом деле выглядело. Почему? Потому что это происходило, наверное, в тяжелейший период его жизни. У него все, что было, разрушилось. Его семья была практически развалена. У него не было отношений ни с женой, ни с дочерью. Его бизнес развалился, просто обанкротился. Участие в альпинистских соревнованиях, кроме долгов, ему ничего не принесло. И сам Джефф Лоу говорил, что когда он поднимался по этой стене, у него в голове все время был образ его дочери. И он говорит, я не хочу жить по-старому. Я хочу, уж если я вернусь, то я стану для нее другим папой. Я стану другим мужем, другим отцом. Он мечтал, что все будет по-другому. И когда он поднялся, то он назвал это восхождение метаноэ. И он говорит, когда я был там, то для меня вот это восхождение стало выглядеть, как вся моя жизнь. Я, говорит, понял, что вот моя жизнь вся. И вот мое вот это восхождение. И как раньше жил, я жить уже больше не могу и не хочу. Как жить по-другому, я не знаю. И вот именно в этом кризисе, почему я говорю, что не нужно бояться паранойи, когда старое разрушается. Важно в этом состоянии не остаться, чтобы оно в болезнь не превратилось, и ты не стал параноиком. Но такой период есть в жизни у каждого, когда вот все то, на чем мы стоим, оно словно дает трещину и начинает разваливаться. И мы на многое начинаем смотреть совершенно по-другому, говорит. И вот он, когда совершил вот это восхождение, он говорит, я вернулся к себе домой другим человеком. И что интересно, 25 лет после этого никто не мог повторить это восхождение. И в начале 2000-х годов у Джеффа Лоу новое испытание произошло. Он заболел, и врачи поставили диагноз неизвестный нейродегенеративный процесс. В итоге он оказался прикованным к инвалидной коляске. И я вот когда читал его биографию, я прочитал незадолго перед своей смертью, Джефф Лоу сказал такие слова. Послушайте. В течение последних двух десятилетий я привыкал к потере равновесия, координации и чувства прикосновения. Все мое тело сводило спазмами с жуткими болями. Желудочно-кишечный тракт просто выключался. Каждый день по нескольку часов уходило на избавление от мокроты и жидкости в легких. Ослабленные и атрофированные мышцы диафрагмы вызывали агонию при попытке общаться. Невозможно насладиться своей внучкой, кроме как объятьем и поцелуем. В восхождении на Метаною, на Эйгере, я познал свою истинную сущность на самом глубинном уровне. Я понял, кто я есть. Если бы я мог вернуться назад, я сделал бы все лучше. Я стал бы гораздо лучшим отцом, чем был тогда. Был бы рядом с Соней и смотрел, как она растет. Я видел свой путь тогда сквозь суматоху жизни, так же, как и вижу его сквозь ежедневные тяготы сейчас. В такие моменты я понимал, что вся моя жизнь на самом деле – это познание нового. И в августе 2018 года Джефф Лоу ушел в вечность. Вы знаете, когда я читал вот эти подробности его восхождения, я вот смотрел, во многом это напоминает нашу христианскую жизнь. Когда многое, что нам кажется правильным, ортонное, вдруг дает трещину, мы начинаем пересматривать многие вещи в жизни. Начинается вот это время тяжести, время, как пишет апостол Павел, печали, время паранойи, когда мы начинаем много пересматривать. И вы знаете, вот в этом состоянии так важно, вот как пишет Джефф Лоу, быть в состоянии поиска. Не то, что вот мы уже нашли, и богатый, и разбогателый, ни в чем не имея нужды. В постоянном состоянии поиска, жажда переживать Бога снова и снова. Желание измениться. Когда внутри тебя вот происходят эти процессы, да, есть печаль, но это не печаль мирская, это не самооплакивание, не жалость. Это печаль ради Бога. Когда ты начинаешь чувствовать боль своих ближних людей, когда ты начинаешь их ощущать, переживать, когда ты берешь ответственность за свою жизнь, и ты проходишь это не в саможалости, а вместе со Словом Божьим и с молитвой, которая для тебя не просто, знаете, две религиозные части христианской жизни, а нечто то, что ты реально переживаешь, реально проходишь, реально ощущаешь, как это слово становится плотью в твоей жизни. И неизменным результатом вот этого является метанное покаяние, преобразование мышления, новое мышление, которое приводит к новому образу жизни. И вот я не случайно сказал вначале, я вот в последнее время смотрю на свою жизнь, и я вам скажу честно, я вот пастором 28 лет служу, но я до сих пор переживаю, особенно вот у меня было несколько лет назад, как будто многие вещи, в которых я был уверен, начали давать трещину, я на многое поменял свой взгляд. Но когда ты продолжаешь держаться за Иисуса Христа, искать Царство Божие, правда Его, и следовать за Господом дальше, ты словно ощущаешь новую ступень и новую ступень и новую ступень. И я вам могу сказать, что сегодня я переживаю Бога, так как я никогда не переживал Его раньше. Почему? Метаноя. Настоящее преобразование. Не просто покаяться, извини, прости, больше так не буду. Не просто наговорил много, продолжая жить в своей жизни. Но что-то настоящее, то, что происходит внутри тебя, то, что и делает нас новым творением во Христе Иисусе. Пусть Бог благословит каждого из нас на этом пути. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»